Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Расстались с парнем, пищевым не 24, ему 27. Его разговор о том, что нам надо расстаться, был внезапным. Для вас это было неожиданным. Что означает, да, что вы были в известной степени ориентированы на себя, не на него. Мы были вместе полгода и еще до конца концертный период не прошел. Тут, конечно, хотелось бы, чтобы вы, возможно, несколько лучше пояснили, что вы понимаете под концертным периодом, вот, потому что, ну, тут просто могут быть нюансы относительно концертного периода, как такового. ибо, по-разному происходят ситуации, по-разному происходят эти самые вот периоды, как бы, и вы можете, ну, вы можете воспринимать концертно-букетный период по-своему, да, как вот, ну, как вы его видите. А человек может воспринимать его совсем по-другому. Вот. Так мне кажется, что здесь достаточно важно именно вот определить то, что вы, именно вы понимаете под концертным периодом, ну, под концертным, под концертно-букетным периодом, вот. чтобы, все-таки, несколько, лучше отдавать себе отсчет, в том, ну, в том, что происходит. Ну, вот. Ну, соответственно, между вами. А вы говорите, что ссоры между вами было 2 или 3? А мне думаете, что важно понять из-за чего они были, из-за чего были ссоры. Вот. А, потому что конфликты служат первым знаком того, что нет, все в порядке. В отношениях. Вот. То есть, вот, то, что вы описываете по поводу, ну, того, что дальше вы описываете, это одно, но ссоры, тем более в концертно-букерный период. Да. Вот. Свидетельствует о наличии проблем. Дальше. Так. Значит, ссор было всего 2 или 3. То есть, а какое у вас отношение к ссорам? То есть, если вы говорите, что ссор, ссор было всего 2 или 3. То есть, вы считаете, что их было мало у вас? Как происходили ссоры? Как происходили ссоры? То есть, я имею ввиду, делались ли выводы какие-то из, ну, из ссор между вами? или выводов никаких не делалось вообще? Пришли ли вы к чему-то соответственно? Когда ссоры, пришли ли вы к чему-то или нет? То есть, это такой тоже достаточно важный момент. Потому что если вы не приходили к каким-либо решениям ссор в принципе ну в ссорах то это, конечно, накапливалось безусловно. То есть, вне всякого сомнения это капилось. дальше так, я его не пилил, а старалась поддерживать, не быть душной. Что вы вкладываете в... эм... ну вот в это понимать, вот в это слово, что вы его не пилили, не пилили. То есть, что вы именно вкладываете в это? эм... значит, вы пишите, что старалась поддерживать, поддерживать. эм... ну, тоже хотелось бы... чтобы вы пояснили немножечко, да? э... как проявлялась ваша поддержка? э... в чем она проявлялась? ваша поддержка? если проявлялась? То есть, я не говорю о том, что э... вы не поддерживали своего молодого человека, но просто эм... что вы в это вкладываете? Ну, быть душной, тоже достаточно интересный э... интересная фраза э... вот э... вот вы так это называете? э... вот на мой взгляд, здесь тоже надо бы поисследовать поисследовать этот момент что такое, по-вашему, быть душной? ну, вероятно, речь идет о... в том, что вы м... боитесь, э... э... ну, боитесь навязывать вероятно количество побед но... э... как бы, то, что вы боитесь навязываться, это одно, а если вы не проявляете активность э... ну... по отношению к мужчине, допустим, это все немножко другое вот поэтому здесь точно нужно разобраться однако я хотел оказаться излишне самостоятельной ругалась, когда он присылал все деньги частенько говорила, что вообще не хочу замуж и детей на самом деле, хочу на чуть позже просто боялся показаться агулячкой простите э... значит для чего для чего вы хотели э... казаться самостоятельной ну, вот такой вот чересчур самостоятельной зачем? то есть ну совершенно очевидно, да, что э... чего-то вы боитесь совершенно очевидно, что э... за этим стоят какие-то ваши, может быть, страхи, может быть э... попребность э... в том, чтобы человек увидел в вас определенным образом там и так далее то есть мне кажется, что ну, здесь вот точно нужно поисследовать этот момент так э... значит может быть вы действительно не умеете быть слабой может быть вы действительно не знаете как это как это быть слабой как это быть от кого-то зависимым, например и так далее вот то есть э... если если проблема существует э... ну ну действительно на самом деле если проблема существует такая такого типа вот что с ней тоже нужно работать э... 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 ибо как вы понимаете подобное стремление к э... независимости да оно вам идет только лишь во вред в данном случае так э... как-то рад рассказала, что а, да у нас здесь говорилось, что вообще не хочу замуж и детей хотя на самом деле хочу э... вот э... для чего вам замуж и детей это откуда э... такое желание замуж и детей зачем вам опять же замужество и дети вот то есть я не э... не против этого вы не подумайте чего плохого я не против но просто я хотел бы чтобы э... ну чтобы вы ответили на этот вопрос себе сами что-то для чего он с меня идет почему вы так хотите чтобы она у вас была допустим дальше так он э... он сказал, что бывший бросил выйти из него отобраться я отказался почему он грустил ты меня тоже проигнорируешь а я говорю ну посмотрим постараться тебе придется э... то есть тут получается речь идет о том что вас нужно завоевывать то есть это опять же э... 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 как бы история про... ну скорее всего история про страх ваш то есть то есть придется тебе постараться да это вот как раз э... э... ну какое-то знаете недоверие про недоверие э... 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 мужчине э... и так далее то есть это вот история о том э... 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 что для нас э... по сути сделает значит брак вот история о том как как вы воспринимаете э... замужество э... дальше так и в разговорах часто говорилось что когда я перееду в его город буду жить с родителями он не понят как какие родители мы же имеем я вот естественно тоже не понял э... с какими родителями вы будете жить в его городе вы имеете ввиду э... что вы э... своих родителей э... приведете э... 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 город э... или что то есть вот э... тут как-то э... не понятно э... то есть мне мне вот э... мне тоже э... мне тоже э... не очень понятно э... что вы имеете что вы имеете ввиду если честно э... здесь вот ну именно в данном аспекте да э... не понятно что вы имеете ввиду дальше так э... я даже не осознавал всю ужасность своих слов мне казалось если я построю просто такую нерависть Мидора буду ценить все больше э... ну во-первых э... ужасного э... в ваших словах ничего нет кроме того что ну кроме того что вы мужчину выбрали э... 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 ну мужчину выбрали себе вы не за всем вам под стать то есть мужчина явно слабее вас ну вот э... я если честно думаю что э... э... не э... случайно что мужчина вас в клубе я думаю что э... ну что вы выбрали его э... более ну ну более слабого мужчину вы выбрали потому что э... э... с ним э... э... вы чувствовали бы себя э... э... более может быть э... э... ну более защищенный я так думаю вот тут я конечно опять же могу ошибаться э... здесь ну мне так вот мне так видится э... вот так что ваше чувство к нему э... тоже на мой тоже на мой взгляд э... нуждается в э... проработке вот потому что ну что вы чувствуете к нему как вы чувствуете к нему и как вы э... хотели бы это проявить по отношению к нему как вы могли бы проявить это по отношению к нему это тоже нужно исследовать вот что касается независимой дуры э... как вы и сам на себя назвали э... вот ну точнее не вы конечно а образ э... независимой дуры вот здесь очень любопытный момент связанный с тем э... почему именно такой образ то есть почему именно независимый образ независимой женщины хотят построить а мама училась что нельзя ни на кого полагаться учила мама э... это понятно что мама учила но интеллект представляет больше другое что вы сами думаете по этому поводу того то есть вот что вы думаете по поводу того что нельзя на кого на кого полагаться например мне как это более интересный момент э... буду цениться больше то есть получается что вы как бы опасаетесь как бы опасаетесь того что ну цениться вы не будете вообще получается у вас есть проблема по-видимому связанная с тем что вы опасаетесь что вас не будут ценить ценить ну вот ну соответственно э... тоже хотелось бы узнать как вот э... ну как вы э... 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 пришли к этому то есть вот как бы как бы э... ну ну как бы пришли к тому что вот вас могут вас могут не ценить что для вас это значит что вас могут не ценить вот может быть вас мама ценила да... ну только за что-то это вот это вот что же такой достаточно важный момент если мы говорим о позиционировании себя так у меня мама не авторитарная всегда учила ни на кого не надеяться ничего не просить а я не понимала э... как обидны мои слова и что мужчина рядом и что мужчина рядом и что мужчина рядом на дна приветствует женщина не успешная предприниматель с работой на одном месте на первом месте э... ну а мне думается что э... э... и ваша мама в какой-то степени права и вы в какой-то степени тоже правы что ну что занимаетесь э... преподаванием что о, то есть не преподаванием простите предпринимательством что вы занимаетесь предпринимательством э... вот э... то есть я думаю что уверенный э... себе мужчина, ну, всегда, Бог всегда позволит женщине заниматься тем же, чем она хочет. Вот. Вот здесь, мне кажется, вас как-то вот из стороны в сторону бросает и так далее. То есть, и мало, ну, все это право, и вы свою позицию, ну, тоже как бы, имеете право, имеет место быть такая вот позиция, вот. То есть, здесь, ну, как бы, тонкость, тонкость вся не в том, кому кто нужен, а в том, как распорядиться, например, тем, что мама советовала, как распорядиться тем, что вы, допустим, можете, знаете и хотите. Вот. Это вот так. А не просто отказаться от какой-либо там, ну, от какой-либо цели там, допустим, да, и так далее. То есть, это совсем, ну, совсем другое. Ну, вот. Так что здесь очень важно из крайности в крайность. Не, ну, ну, не впадь из крайности в крайность. В общем. Дальше. Так. Две недели назад парень мне позвонил и сказал, что нам лучше расстаться, что ему лучше одному, что много работы, ему некогда делять на внимание, что он будет тратить время впустую и все не так, как он себе представлял. В последнее время я... Так. Как вы восприняли его подобное изречение? В последнее время я и правда заметил, что мы рядом стали общаться, он мог позвонить раз в день или написать, но никогда не требовал внимания, когда занята была. Он требовал внимания, это одно, вот, проявлять внимание к нему, это совсем другое. Сама бы же никогда не звонила, если ей только что-то срочное и по делу. А почему? Почему вы не звонили? Ему была сложная ситуация на работе, очень сильно вставал, а я боялась до кучи. Ну, понимаете, вот опять же, опять же, такое впечатление, что вы боитесь просто проявить нежность. Вот. Потому что вам кажется, что это может быть, ну, что это может быть слабостью. Вот. Такое у меня впечатление возникло. Вот. А то, что вы боялись закучать, ну опять же, а почему боялись закучать? Что страшного в этом? Ну, допустим, вы ему докучали бы, он вам не сказал, ну что-то. В общем, страшно. В общем, я очень хочу восстановить отношения. Зачем? Только вернусь они к старым основам. Нет старых и новых, есть просто отношения. Если вы изменитесь, отношения будут немножко другими, но они будут, скорее всего, теми же. Осозняла свой эгоизм, амбициозность и обиды. С этим нужно работать. У меня вчера две недели, я на них пыталась позвонить, но он уехал отдыхать, и телефон недоступен. Как думаете, правильно ли тот, где выйдет сама на контакте, не оттолкнет ли это его, его? Ваш вопрос этот свидетельствует о том, что вы не изменились. Может быть, вы осознали что-то, но вы не изменились. Простите. А как лучше себя вести? Если естественно. Лучше себя вести естественно. Больше интересоваться или хвалить, или пока даже дать им остыть. Ну, то есть, понимаете, вот по факту, по факту, ничего не изменилось. Потому что... Потому что ваши, ну, ваши вопросы, они всё так же выставляют мужчину в каком-то, в таком очень... дестру... деструктивном, я бы сказал. Слющенном. Хвалить его. Дать остыть. То есть, это... по сути, то же самое поведение, только, ну, по-другому. Вот. Я думаю, что вам надо бы сперва определиться самой, для чего вам отношения вообще, в принципе. когда уже легче будет, ну, легче будет себе на вопрос отвечать, который, ну, который выгодается вот так. Вот. То есть, я думаю, так. Я думаю, так. Просто пока что это не новые отношения, а это просто... ну, другая крайность. По сути. То есть, если раньше вы были там, допустим, ну, больше внимания вы уделяли, например, себе, это сейчас вы... больше внимания, там, к примеру, будете выделять, там, ему, да, но... его это, к примеру, как... подавляло, да, его так и будет подавлять. Вот. То есть, здесь вот все-таки желательно именно над своим поведением, над своими установками, над своими взглядами, вот. над своими страхами, которые у вас, конечно же, и есть. Вот. Над родительским сценарием, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. И тогда все само собой естественным образом проявится. Как бы. Вот. А вот, я думаю, примерно, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если у вас остались вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Пока-п behalf. Дושал Robles bump요don. Продолжение следует...